Ребятишки, добрый день! Я хочу вас познакомить с еще одной капустой, которая называется Кейл. Значит, это вообще генивиз капусты, и она, как правило, замораживается. Для чего она замораживается? Для того, чтобы исключить из нее в дальнейшем горькие вещества. Но так как у меня сегодня свежая капуста, я делаю немного по-другому. Для этого ее нужно будет отбланшировать. Так, здесь я ее бланширую. Вообще капуста готовится очень долго. На нее нужно обязательно рассчитывать часа 2-2,5, а то и все 3. Значит, что сделал я? Я припустил лук, я добавил горчицу, я в дальнейшем добавлю морковь. Кстати, морковь не обязательно, но для цвета будет очень хорошо. И я еще добавлю туда бульон, фон, как мы его называем, в который я добавил гвоздику, лобровый лист, душистый перец и немного можжевеловых ягод. Так, капуста у меня. Охлаждать я ее не буду, я буду ее сразу отсюда же отправлять в сковороду. Вот тот бульон, о котором я говорил, в дальнейшем я его просто процежу через сито и все. И чтобы у меня в капусте всего вот этого безобразия не было. Только бульоны. Я довольно часто на форумах читаю, как домохозяйки говорят, что делать из него смузи со свежего кейла. Ну, не знаю, по мне так это полная хрень. Говорю вам, как есть, потому что горькие вещества еще никуда не уходили. Или хотя бы для начала просто нужно, если они уж так хотят смузи сделать, возьмите его, отбланшируйте, отбланшируйте, охладите, а потом перебейте. Будет совершенно другой результат. Так, ну все, основное я показал, дальше буду снимать, дальше буду показывать. Также для рецепта мне понадобится картофель, но шеф мне картошку не заказал уже, порезанную кубику. Ну, сейчас двумя руками я быстрее, конечно, это наделал, это просто я вам показываю. Так сказать, маленький лайфхак, что картошку можно и так же порезать, как и яйца. Да, и кейл называется в Германии грунткой, то есть зеленая капуста. Все, капусту я отбланшировал, и теперь я добавляю бульон, протяжу его через сито. Готово. И теперь смело я в эту массу наливаю 15 литров воды. Капуста у меня 20 килограмм. И в дальнейшем эта вода вся должна практически выпариться. Ну, не вся, но какая-то часть, большая часть должна выпариться. Я делаю все это на глаз, потому что я знаю, сколько, чего и зачем. Подробный рецепт я вам напишу. Ну, а там уже от 20 килограмм капусты танцуйте, сколько вам нужно. Разделить на 20, и будет вам счастье на 1 килограмм капусты. Да, этот вариант у меня будет веганский, вегетарианский и веганский одновременно. Я не буду добавлять копчености, вместо копчености я добавлю копченую соль. Так, такую соль вы можете вот купить от этой фирмы. Может быть, где-то еще продается, я просто не знаю. И загущать я в дальнейшем буду картофельным пюре именно конвининс-продукт. Но лучше брать картофельное пюре не от этой фирмы, а от фирмы Фани. Она такая порошковая, она уже посоленная картошка эта. Обратите на то внимание, что вы будете добавлять копчености, они очень соленые, чтобы вы заранее не солили капусту. Иначе потом, пока у вас вода вся упарится, вы еще посолили, и соль будет с мяса взята, и тогда у вас будет капуста пересоленая. Очень внимательно. И картофельное пюре, ну вот у меня в данный момент, она не соленая картошка, я могу не заморачиваться, а другая, Фани, она вкуснее, но она соленая уже. Так, добавляем, что по копчености? Добавляем либо копченый карбонат, либо копченую шею, добавляем копченые колбаски. Можно добавить бекон, отличный вариант будет, только заранее бекон, чтобы немножко его обжарить. Каслер, ну порезать, это тоже самый карбонат, порезать сразу можно мелкими кубиками, добавить или куском, кому как нравится. Ну а теперь варим, как я уже сказал, вариться будет примерно 2 часа. Морковь я примерно буду добавлять за 20 минут, до того, как приготовится капуста. Ну а мясо можно тушить непосредственно с капустой. Свинина, ей час будет достаточно, то есть час вы будете потушить просто так, а потом добавить уже мясные изделия. Ну вот капуста моя уже готовится полтора часа, я теперь забрасываю морковь и забрасываю картофель. Все перемешиваю и тушу с открытой крышкой, чтобы вода у меня испарилась. У меня просто еще пока много воды. А если у вас мало ли воды мало, то добавляйте воды постепенно. Желательно, чтобы вода была уже горячая, чтобы быстрее испарялась. У нас на фирме маленькая перестановка в персонале. Сейчас на мое место встал повар, который моложе меня намного. Ну пускай учится, я в принципе не против, пускай он готовит, а мне все-таки полегче будет. А, ну вот он приготовил десерт у него есть. Так, овощи, медитеран, красная капуста, картофель пожарил, ну надо же, молодец. Шпецлешупнодель. И что это такое? Что это такое вегетарианское? Это линзы. Что это у нас? Дефлюгель, это шницели у нас. Это у нас чувак, чичи, говядина. Вас ли Стас ел? А сюда это щечки, насколько я помню. Окей. Я теперь не могу кричать эсэм, потому что... Эсэм! Не, я готовлю. А она вон испугалась. Ну а я жарю колбату и готовлю кейл дальше. Кейлверис жарится. Так, моя капуста уже готова. Значит, смотрите, что еще следует принять за вниманием. У меня вообще сковорода широкая. У меня площадь испарения намного выше, чем у вас дома в кастрюле. Поэтому вам воды, возможно, понадобится немного меньше. Поэтому добавляйте в водичку лучше постепенно, сколько вам нужно. Важно, чтобы вы видели, как проворачивается у вас. Вот видите, у меня она уже готова. Она спокойно у меня вертится на сковороде без всяких неприлагов никаких усилий. Если у вас такое происходит, значит, все отлично. Все хорошо. Так, что еще? Когда добавляете картофельное пюре, пусть вам кто-нибудь поможет, чтобы вот его всыпали сразу и сразу его размешиваете, чтобы у вас не образовались комки. Вот, в принципе, и все. Ну, я буду загущать капусту. Да, по поводу готова ли капуста. Вот если она нормально живется у вас, значит, она готова. Если плохо еще живется, значит, варите дальше. Вот и все. Да, и что я еще добавил, забыл совсем сказать. Я добавил сюда сухой овощной бульон, на котором мы варим продукты для детей. Он без глютамата и прочей лабуды. Он специально предназначен для аллергиков, просто чтобы вы знали. Потому что мне нужно, чтобы у меня получился насыщенный вкус. Но так как у меня мясного ничего нету, насыщенного вкуса мне неоткуда брать. Вместо растительного масла у меня здесь находятся фазы. То есть это бутарис, другими словами. Основа масла, но не на животном жиру. Поэтому у меня блюдо веганское. Или веганское, кому как нравится. Все, я на этом заканчиваю. Загущаю, накрываю крышкой. Еще буквально 5 минут варю. И у меня моя капуста кейл готова. Всем спасибо за просмотр. Продолжение следует... Продолжение следует...